Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Music Market. В этом обзоре мы будем сравнивать два цифровых пианино, которые подходят как для учебы в музыкальной школе, так и для домашнего музицирования. Известную и популярную модель Casio PX770 и знакомую гораздо меньшему кругу музыкантов и любителей модель NUX WK310. Последнему инструменту мы уже посвятили отдельное видео, поэтому, если еще не видели, обязательно посмотрите. А мы начинаем! Компания Casio знакома практически всем, и если не своими пианино, то как минимум высококачественными часами или многофункциональными калькуляторами. Что же касается музыкальных инструментов, то их производством Casio занимается с 80-х годов прошлого столетия, и за это время успела плотно закрепиться на рынке. Китайская компания NUX появилась относительно недавно, в 2006 году, и получила известность в первую очередь благодаря недорогим, но очень разнообразным педалям гитарных эффектов. Линейка цифровых пианино NUX на сегодняшний день невелика, она ограничена всего четырьмя моделями, однако все инструменты уже успели вызвать интерес. Casio PX770 и NUX WK310 выполнены в очень компактном корпусе. По сути, это одни из самых миниатюрных цифровых пианино на рынке, конкуренцию им может составить разве что инструменты фирмы Fork. Отделка обеих моделей имитирует дерево, при этом PX770 доступна в белом, черном и коричневом цвете, WK310 в черном и белом. В обоих инструментах установлена полноразмерная клавиатура с имитацией градуированной молоточковой механики. Клавиши матовые, но если в WK310 они покрыты обычным пластиком, то в PX770 покрытие белых клавиш имитирует слоновую кость, а черных — эбонь или, говоря иначе, черное дерево. В каждой модели доступно три уровня чувствительности клавиатуры, а также возможность полностью ее отключить. В PX770 на каждую клавишу приходится три физических сенсора, обеспечивающих мгновенный отклик. Предводители WK310 информацию о сенсорах не сообщают. За звучание Casio отвечает звуковой движок Air, который встречается во многих пианино- и синтезаторах компании. Тембр рояля тут проработан достаточно детально, а для достижения максимально аутентичных ощущений в инструменте предусмотрена имитация струнного и демпферного резонанса, а также демпферных призвуков, характерных для акустического фортепиано. Количество голосов полифонии — 128. В NUX звучание рояля было тоже тщательно проработано. Фирменные звуковые движки French Dream DSP вкупе с 3D-сэмплированием немецкого рояля Steinway и пятиуровневым стереосэмплированием на разной динамике позволили добиться глубокого и насыщенного тембра. Также в инструменте применена технология имитации струнного резонанса. Количество голосов полифонии — 180. Давайте сравним звучание этих пианино. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь давайте быстро пробежимся по функциям и техническим характеристикам. Количество встроенных тембров в Casio — 19, в NUX — 128, плюс один набор ударных и перкуссий. В обоих инструментах доступны функции Layer и Split, а также режим дуэта. Из дополнительных эффектов обработки в WK310 есть реверберация и хорус, доступно включение или отключение эффекта. В WX770 для ревера и хоруса доступно по 4 пресета, а еще есть возможность регулировать яркое звучание и включать-отключать эффекты DSP для некоторых тембров. В обеих моделях есть демо-композиции, метроном, функция транспонирования и возможность записи одной композиции во внутреннюю память. В Casio предусмотрен встроенный режим обучения, а также возможность изучения дополнительных композиций через бесплатное фирменное приложение Cardano Play for Piano. Помимо обучающего режима, оно позволяет управлять настройками инструмента с экрана телефона или планшета, что гораздо удобнее, чем делать все то же самое на самом инструменте. В Nux интегрированной системы обучения нет, но также можно воспользоваться бесплатным фирменным приложением PianoMate. Для подключения устройства с установленным приложением используется Bluetooth. В Casio модуля Bluetooth нет, подключение к устройству осуществляется при помощи USB кабеля. Ну и, конечно же, в каждом инструменте предусмотрено три педали, которые можно встретить на акустическом фортепиано. При этом в WK310 педаль сустейно поддерживает режим полунажатия. Интерфейс в обоих инструментах достаточно прост. Основные функции назначены на немногочисленные кнопки, а дополнительные настройки осуществляются путем зажатия одной из кнопок и одной из клавиш. В WK310 предусмотрен небольшой дисплей, упрощающий навигацию по большому количеству встроенных тембров. Два выхода на наушники у каждого инструмента расположены под клавиатурой. Остальные разъемы тоже находятся под инструментом, что может и делать внешний вид более элегантным, но уж точно не упрощает процесс подключения. В Piano Nux есть линейный вход и линейный выход. В Casio в качестве линейного выхода можно использовать выход на наушники, а вот входа в принципе нет. Обе модели оснащены разъемом USB Type-B для передачи сигнала в формате MIDI. И именно этот разъем используется в PX770 для подключения мобильного устройства и работы с приложением. Последнее, что хотелось бы отметить, это мощность встроенных динамиков. WK310 это 2 по 10 Вт, в PX770 чуть меньше, 2 по 8 Вт. Ну и того и другого достаточно для домашнего использования. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, с основными особенностями инструментов мы познакомились. Пора подводить итог. Обе модели отлично подходят для домашних занятий и просто музицирования в свое удовольствие. Благодаря современному дизайну и компактному исполнению они без труда впишутся в интерьер и вполне возможно даже украсят его. Что же касается звучания этих пианино и ощущений от клавиатуры, они безусловно разные. Мне лично больше нравятся ощущения от игры на Casio. Клавиши более приятные на ощупь и сама клавиатура кажется более отзывчивой. По звучанию у меня смысла что-либо комментировать, так как вкус у каждого из нас свой и понятие того, как должно звучать настоящее пианино, очень сильно различается. Встроенных тембров в Nux значительно больше. Однако не факт, что вы будете ими пользоваться, ведь речь идет все же не про синтезатор. В Casio есть возможность управления настройками инструмента с мобильного устройства. Это удобно, но опять же не факт, что вам это пригодится. Еще раз повторю, что эти инструменты во многом отличаются друг от друга. Но оба достойны внимания, поэтому лучше всего послушать их вживую, потрогать клавиатуру, попробовать что-то сыграть и только после этого делать окончательный выбор. Отдельно лишь отмечу, что разница в цене между ними составляет примерно 80 долларов, а стоит ли переплачивать, решать только вам. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если это видео было для вас полезным и не стесняйтесь оставлять комментарии под роликом, ведь ваше мнение и личный опыт могут быть очень важны для тех, кто пока еще не определился с выбором. Всем пока и до встречи на канале Music Market. Субтитры создавал DimaTorzok